Исменения в жилищный кодекс сносят практически каждый год, но, пожалуй, никогда они еще не были такими приятными, как сейчас. Осталось только дождаться, когда нововведения начнут действовать. Теперь каждый из нас сможет взыскать с управляющей компанией или ресурсоснабжающей организацией штраф в свою пользу, будь то холодный батарей или плохой ремонт в подъезде. Штраф за завышение начисления или некачественную услугу 50% от переплаченных за нее денег. Однако пока все это возможно только на бумаге. Как на практике будет работать нововведение, пока непонятно даже законодателям. Вот эта часть именно по штрафам вступает в силу с 28 декабря 2015 года. Однако там оговорка, что порядок уплаты штрафов будет разработан правительством Российской Федерации. До настоящего момента порядок не разработан. То есть пока не будет разработан порядок, соответственно, норма не действует. О штрафных санкциях говорили долгое время на всех уровнях власти. Собственники постоянно жалуются на коммунальщиков. Жил инспекции Хакасии за прошлый год почти две с половиной тысячи письменных обращений. Мы живем, мы плотим. Они собирают, ну вот и вся жизнь. Так же, как у всех, не только в нашем доме или там в нашем подъезде, или на нашей улице. Но это у всех так. Электроэнергию иногда завышали. То есть как бы, ну, решались эти вопросы. Человеческий фактор, я не думаю, что это системно. По крайней мере, в Абакане я за всю страну не скажу. Поэтому есть вопросы, звоню, уточняю. Но я не плачу то, что мне, когда я считаю то, что неверно к оплате предъявлено. Однако, вместе с тем, что теперь можно серьезно наказать рублем коммунальщиков, значительно возрастает и ответственность самих собственников за долги. Теперь, после трех месяцев просрочки, пения будут вырастать в два раза. Главная цель этих изменений в том, что есть люди, действительно, много людей, допустим, порядка 10, 5%, я думаю, не более, возможно, я думаю, даже меньше, которые регулярно не оплачивают. То есть просто пользуются своим правом, что их невозможно выселить с помещения. И дабы вот их каким-то образом простимулировать, это вводится. Еще одно из основных изменений теперь в строку ОДН включат статью «Жилищные услуги». Начисления будут производиться по нормативам. По расчетам авторов закона в платежках сумму ОДН станут меньше. Что же будет в действительности, пока вопрос. Также, согласно изменениям протоколу общедомового собрания, тебе присвоен статус юридического документа. Это означает, что за его фальсификацию может грозить ответственность вплоть до уголовной. А само собрание теперь могут инициировать управляющие компании. Большинство изменений еще не вступили в силу. Приживутся ли нововведения, покажет время. Виктор Буров, Игорь Бельханов, Вести Хакасия.